вы для рыбак сергей василий вы имеете ваш дуэт такой же наверно как у сдуны к столько лет вместе ну что ж давайте смотреть 10 раундов визуально rd выглядит неплохо я бы сказал что практически не повинялся не изменился визуально выглядит отлично 0 еще раз это лишний плюс в его копилку потому что человек который столько прошел в боксе столько лет мы уже говорили чемпион мира и европы по любителям бронзовый призор олимпийских игр 5 лет подряд был чемпионом мира вот в этой весовой очень много дел защиты очень много да по-прежнему в такой великолепной форме внешне во всяком случае быстро справа желтый дей ну денис любит такой силовой бокс у него хорошо поставленный удар резки не удалось ему переиграть вот именно именно переиграть лучана будто в том поединке ну и конечно сказался окну стоять в ринге против лучана бутэя человек которого добился очень много и конечно это но надо иметь психологическую готовность к таким вещам очень неплохо это валом мнением что боксер который до этого прошел большой путь в параллельном видом спу в виде спорта ну скажем боксинг или муай тай имеет потом перейдя вот в чистый профессиональный бокс определенные на трудности но ведь бы не совсем так пример виталия кличко ваш пример вот дениса грачева наверное все таки все за все это очень индивидуально ведь да не может пока денис прицелится скажем так достаточно равный первый раунд проходит но скоростью rd хочу вам сказать приличная и вообще так уверенно у нас мы быстро бьет да смотри джеб острый быстрый последние секунды первого раунда хороший бой и 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 Достаточно. Умеет практически все. И если он после вот этого почти двухлетнего перерыва... Опалгиней справа. Не знаю, оступился ли РД, но визуально было, что пропустил и почувствовал. Так нога дрогнула после удара к Денису Грачеву. Ну, мне кажется, сейчас он уже восстановился. Так вот, я продолжу, что, учитывая все это, что за плечами у венгра, он очень опасен. Показал это все в первом раунде. Да, и хотел бы еще сказать, насколько все-таки такие жесткие удары у Грачева. Может быть, визуально они немножко затянуты, да. Может быть, они немножечко, скажем так, ну, не совсем такие красивые, да, с точки зрения классики. Но насколько они жесткие, насколько они такие сухие и вовремя бьет. И каждый удар от Дениса Грачева может закончиться его победой. Сильно. И вот первый удар в серии, а он часто вкладывается в первый удар. Бывает часто роковым, в общем, тогда соперник. Очень сильно, если он проходит, если он попадает, потом продолжает. Помните, когда он силаха поймал? Вот, как раз об этом хотел сказать, да. Один удар решил все, и потом просто добил. Ну, сейчас тоже неплохо попал Грачев. Да, нужно, нужно найти, нужно найти свою дистанцию Дениса, нужно почувствовать. Для этого все есть. Конечно, желтой Эрдри не хочется проигрывать. В любом случае, вот он спустя там почти два года снова вышел в ринг. Не знаю, как долго он будет продолжать карьеру, но поражений-то у него нет. И он не хочет уйти, закончить карьеру. Проиграл. Да и сюда он, конечно, приехал не за поражением. Нет, тем более, что этот турнир здесь объявлен четверка боксеров, которая будет разыгрывать миллион долларов, которые им обещают. Вот это и следующая пара. Вторая пара. Субтитры делал DimaTorzok Неплохой второй раунд провел россиянин в этом бою Смотрелся предпочтительнее, чем в первые три минуты Посмотрим, как будет дальше Я бы хотел обратить внимание и высказать, чего бы я посоветовал Денису Грачеву Чего бы не нужно было делать, чего не нужно делать с золотым РД Вот давать пространство и давать много бить ударов РД нельзя Вот в этом отношении, в этом компоненте он может сыпать очень много ударов И здесь ему никак нельзя давать разгуляться Он хорошо боксирует, он умеет боксировать Такой в игровой манере Вот это нужно пресекать Если дать разгуляться РД, то он может переиграть, он может обмануть Очень умный боксер, быстрый Вот Собственно, то, на чем обжегся Грачев в предыдущем бою С Бутэль Да, нельзя, нельзя Нужно поджимать Нужно подходить Нужно бить, навязывать свой бокс Попадать, безусловно, боксировать с РД нельзя давать РД очень хорошо двигается на ногах Работа передней рукой И я уверен, что для него это комфортный бокс Чуть больше агрессии, чуть больше напора Чуть больше давления Я бы хотел пожелать Денису Здорово Да, и нужно резать углы Безусловно, нужно лишать пространства РД Нужно запирать его у канатов Нужно запирать его в углу Лишать его маневра А вот почти 2 минуты прошли И РД как стал в центре ринга Тогда не отдает Да, смотрите, какая работа передней рукой Как только Денис начинает заигрываться Пытаться перебоксировать Сразу начинает пропускать 2-3 удара Просто на ровном месте Боксировать с РД очень опасно Ну, боксировать в плане В плане такой, да, игры Ну, да Поплотнее, пожестче Средней дистанции То, что умеет Денис То, что у него получается Очень мощные, сильные удары Нужно бомбить Резко идти вперед Много ударов выбрасывает Да, нужно бить и нужно давить Да, потому что вот допустим То, что делал в начале Боя проводников с Брэдли Да, вот примерно так Да, примерно так, конечно Нужно сразу Потому что это большой мастер И перехитрить будет очень сложно РДН Редактор с Брэдли Редактор с Брэдли Раунд 4 Четвертый раунд сейчас начнется Напоминаю Полтяжелый вес Желтый РД Венгрии Против Дениса Горачева Россия Такой своеобразный мини-турнир Это пара и следующая Разыгрывает Если не врут организаторы Миллион долларов Это было заявлено официально Уж тут Как так сказать Не отвертишься Мы похвалили Дениса За его второй раунд Но третий раунд Он проиграл На наш взгляд Потому что Не смог Прессинговать Пойти вперед Сбить с этой игровой волны Своего соперника А РД этим пользовался И набирал очки Тем самым выиграл Да Посмотрели Мы угол РД Сейчас между раундами Шутутся с Думиком Комфортно себя чувствуют Хорошее настроение И это для российского бойца Нехорошо Наоборот Должно быть задумие Уныние И решение задачи Сейчас РД Денис дает В общем-то Наверное Так сказать Ему боксировать И чувствовать себя комфортно Нужно больше создавать давление Нужно больше бить Впадать Конечно Где-то не получается Конечно Где-то Не дает РД Очень быстро Очень неопытно Чувствует Чутье Вот видно Что есть Избегает ситуации Острой Но Денис должен решать Свою задачу Я уверен Что они готовились Очень серьезно К этому Поединку И он должен Выходить И он должен Делать свою работу И победа Над Джолтом РДМ Это 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 очень Большая Большая заявка Тем более Видите Материалов Для того Чтобы Изучить Манеру Конечно Масса Недостаточно Очень известный Боксер в мире И опять Обращу внимание Посмотрите Зрители Уважаемые Какая передняя рука Как быстро бьет Джек Фердей Хорошо Вот сейчас Попытка Через левую руку Ударить кросс Денис Денис Здорово Вот это нужно делать Нужно стараться бить Попадать Пропускает справа Пропрочаясь Да вот Такая нелегкая задача Сейчас перед Россиянином Когда хочет Денис Ударить РД закрыт А на встречу Попасть Пока не получается Потому что Слишком быстро Это был Жоль Тардей Такой нога Хороший А Такой нога Хороший А Сюда Ударить открыт Нет 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 Не Ставти В Ну что ж, четыре раунда позади, друзья, и пока венгерский боксер, многократный чемпион мира, смотрится убедительно. Пока Жолтердей, ну, наверное, как-то предсказывает, предчувствует все события, которые могут с ним произойти, неприятные. И, собственно, пока уходит от острых моментов, но тем самым в это время набирая очки передней рукой, уверенно, быстро. А Денис никак не может нанести вот этот сокрушительный удар, чтобы потом развить их успех. Вот попытка опять через руку навстречу. Хорошо. Но ведь кроме головы есть еще и другие части тела, такие как корпус. Может быть, попробовать вниз бить, на нижний этаж попробовать бить, попробовать сбить дыхание, попробовать как-то затормозить Эрдея. И дистанция для венгра удобная вот эта. Да, Эрдея быстро на ногах. Он вроде невысокий, но у него получается и с передней, и с дальней дистанции здорово боксер за счет ног. И вблизи он тоже не дает себя ударить, а сам попадает. Очень быстро венгра, очень. Да, закрылся. Грачев бьет под перчатком, но это мало приносит. Закрылся, перекрылся, два шага назад, шаг в сторону, и все. На этом все закрывается. Закрывать нужно Денису Канатов. Еще раз повторюсь, лишать пространства. Да, и у Эрдея все по месту, и все по месту у Эрдея, и все вовремя. После провала, после разрыва дистанции, молниеносная контратака, и венгерский боксер попадает. Хорошо Грачев. И подольше, и не один удар, а два, четыре, шесть. Бит серии. Нужно напрягать. Середина боя сейчас идет пятый раунд. Нужно утомлять своего соперника. Тем более напомню, что в Вашингтон, после 2009 года, таких больших боев у Жолтона не было. Стоп! Это был лучший раунд. Галифланд прием Tikal. Фильм. Субтитры создавал DimaTorzok Два раунда И пока опытные, многоопытные Ренгерский боксер Ничем не уступает Более того Чаще переигрывает Росианин Сейчас, наверное, Денису Надо проверить соперников Включить максимальную скорость Поднять темп Попробовать во второй половине поединка. Все-таки достать соперника, достать за счет длинных, больших, многоударных может быть атак, сократить вперед, зажать соперника где-то у канатов или в углу. Потому что, еще раз скажу, Эрдей после 2009 года, когда он стал последним в том великолепном списке его боев, побед и лет, после этого он провел всего три боя в 2009, 2010, 2011 году. Вот почти двухлетний перерыв и вышел сегодня. Вышел, наверное, чтобы вот в этом своеобразном мини-турнире постараться выиграть приз, а турнир, призовой фонд этого турнира миллион долларов. Ну что ж, может так вот победив, во-первых, выиграть неплохие деньги, во-вторых, закончить уже окончательно непобежденными. Цель вполне, вполне себе высокая и достойная. Пытается Денис сейчас нарастить темп, пытается делать что-то, и у него многое получается. Я, конечно, не хочу сказать и не говорю о том, что Грачев проигрывает этот поединок, но нам бы хотелось, чтобы он просто выглядел убедительнее. Для этого есть все предпосылки, для этого есть все возможности, Денис, он должен выглядеть убедительнее, он должен выглядеть ярче. Но еще раз поражает, конечно, в 39 лет скорость венгерского боксера. Потому что опыт, мастерство, это все об этом знают, и все это, вы в этом много раз убеждались, и во время любительского карьеры, и профессионального. Вот, 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 вот. Продолжать, продолжать. Где-то сейчас, да, нащупывает Денис свой бокс. Нужно наращивать преимущество, нужно напрягать. Право-направо. что-то старершируют много шесть. Они не хотят бороли, которые действительно считают, это правильная и переч task. Они не хотят бороться. И для двух побед, да. Будь соединяем. Нет, луlavон ai работали ! Давай бегу! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok А если еще удастся попасть в Денису, силы-то у него остались. Все в порядке, да. И вот хочу заметить, как только поменял ритм боя, как он только перестал быть заряжен на один удар, а начал бить многоходовые комбинации, они не такие сильные, но их много, и другой ритм появился. У РД моментально появились проблемы сразу же. Потому что все происходило, наверное, до этого как-то более или менее под дитковку РД. Он навязал такой свой бокс, игровой такой, веселый, быстрый. И это больше было на руку, мне кажется, РД. Сейчас нет. Сейчас Денис переломил эту ситуацию. Посмотрим, как это последняя минута пройдет. Выглядит предпочтительнее. И уже не так чувствуется превосходство скорости, да, венгерского боксера? Да, да, конечно, конечно. Больше стал застаиваться, больше стал прятаться за блогом. Очень хороший джеб сейчас провел РД. И пропускает в ответ удар сам, справа, вот вниз. Очень хорошо таким обводящим ударом за руку, за блок, в область подбородка. Боковым ударом достает. Контр-атак РД опасный через переднюю руку. Это он умеет делать. Уклон-удар быстрый. Это умеет делать РД. Хороший. Уклон-удар быстрый. Продолжение следует... 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 Пошел не открытый бокс, но на встречных курсах. Откровенный такой, да? Никто не хочет отдавать. Потому что никто не знает, как считают судьи. Бой очень близкий. Бой очень близкий. Бой действительно очень близкий. Бой достойный. Бой сейчас кто кого перебьет, да? Стали на середине. Расперлись. Эрдени шагу назад. Денис также. И такое противостояние. Опускает встречную и порой. Вот снова. Да, быстро, быстро рукой бьет. Передней рукой очень быстро бьет Жолтердей. Очень быстро. Иногда, порой Денис не успевает реагировать на эти удары. Устали боксеры. Это видно, заметно. Ну что ж, последние 10 секунд этого поединка. Опять удается вырвать концовку венгерский боксер. Мне кажется, это не удается снова, как и в предыдущем раунде. Красивый бокс. Мы с вами увидели. Ну вот, младший Заврован, если я не ошибаюсь. А нет, это не он. Похож был сзади. Ну что ж, секундант поднял Горячева Дениса на плечи. Всячески убеждают нас и зрители, что Денис выиграл этот бой. Но давайте дождемся. Тревожда у меня на душе, если честно. Как решат судьи. Вторую половину боя Денис смотрелся неплохо. Еще лучше, наверное, но в принципе хорошо. Против такого соперника, как Жолтердей. Ну, ты боксируешь так, насколько тебе позволяет и дает соперник. Это безусловно. Поэтому... Хороший бой, хороший бой. Фринц Дуник доволен. И ждем записки боковых судей. Вот она, монархщая семья. Зрители довольны. Я думаю, многим понравился этот поединок. Как в зале, так и у телевизоров. Ну что, вот так секундант подскочил сейчас к Денису Горячеву. С явными признаками того, что он выиграл. Куда уходит этот бой? А-а-а. Он вручил свои перчатки. А, подарил перчатки, да. Ну что ж. Альберто. Альберто второго еще прибавилось одним сувениром. Такого, наверное, у него еще не было. Информация importante. Ну да, она выявляет, что победитель сегодняшнего поединка выходит в финал. 14 июля будет финальный поединок, в котором будет разыгран вот этот заветный миллион долларов. Ну, кто же выиграл, как вам кажется? Давайте дождемся, я... Я очень сильно надеюсь, что это Денис Горячев. Один отдал судья Эрдею. Денис Горячев. Раздельным решением судья. Да, поздравляем. Это большая победа. Это большая заявка, друзья. Зрители разделили свои мнения, как вы слышите. Итак, поздравляем Дениса. Он выходит в финал. И будем ждать его выступления 14 июля. Здесь, в Монте-Карло. Это большая победа. На этом ринге, наверное, в этом же самом зале. Ну, а Жолтерда и благодарит всех зрителей, всех своих болельщиков. Действительно, он провел хороший бой. Вы знаете, вот вышел, рискнул после долгого перерыва. Когда-то все думали, что он уже, в принципе, закончил свою карьеру. Нет, он вышел на этот бой. И очень здорово смотрелся. Да, смотрелся очень здорово. И по мнению многих зрителей в зале предпочтение дают именно Жолтерда. Да, вот я, честно говоря, думал, что так же решат и судей. Потому что, если так вот разбираться, да, чисто с классической точки зрения бокса. Вот хорошо он смотрелся, действительно. Вот все умеет делать, все успевает. Единственное, что вот, конечно, во второй половине боя Денис стал его перебивать, стал больше попадать. Ну, сказалась разница в возрасте.